В чай, как известно, содержатся вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами. Именно эти вещества обеспечивают чаю в череде прочих достоинств еще и пузырьки на поверхности, когда мы чай в чашку наливаем. В обычных условиях поверхностно-активных веществ в чае немного, поэтому пузырьки на поверхности чая – дело заметное, но кратковременное и совершенно ничем не примечательное. А вот в необычных условиях эти поверхностно-активные вещества могут проявить свои поверхностно-активные свойства во всей красе и обеспечить получение из чая пышной и достаточно устойчивой пены. Я, естественно, говорю сейчас не о нитро-чае и даже не о взбивании чайного порошка в японской церемониальной традиции, а о взбивании крепкого чистого чайного настоя в стиле, чем-то перекликающемся с приготовлением японского бата-бата-ча. А это такой постферментированный японский достаточно своеобразный чай. На самом деле для того, чтобы приготовить и подать, назовем это такой чай с пеной, нужны совершенно элементарные приборы. Нужны френч-прессы, причем лучше использовать маленький френч-пресс, в нем удобнее взбивается. Нужен очень крепко заваренный чай. Здесь, собственно, крепость опциональна. Я использую обычно пятикратную-шестикратную дозировку против обычной и увеличенное время настаивания. И нужна стеклянная посуда. На мой взгляд, эффектнее всего подавать чай с пеной в классических турецких бардаках, только без рисунка. Но подойдет и высокая винная посуда. Да и, в общем-то, это могут быть не обязательно узкие какие-то бокалы. Это может быть широкая пиала и даже не стеклянная. Из пиала эту пену даже как-то немножко по-другому можно употреблять. Там ложка есть и все такое прочее. Сама техника приготовления вспененного чая очень-очень проста. Мы в маленький френч-пресс наливаем небольшое количество чая. Ну, так, чтобы он был примерно на 2 сантиметра выше поршня френч-пресса. Вот. Ну, даже, наверное, у меня на сантиметр получилось. И после делаем совершенно элементарные движения, которые этот чай взбивают. Взбивается чай френч-прессом очень-очень быстро. За 10-20 секунд пена будет уже готова. Ну, а дальше можно уже получать такое чистое эстетическое удовольствие. Чай таким образом взбивать можно самый разнообразный. Сейчас я взбиваю очень крепко заваренный и совершенно простецкий иранский зеленый чай. И после того, как чай взбит, я просто переливаю полученный напиток в специально приготовленный для этого бокал. В описании под этим видео будут ссылочки на статью, где есть большое количество фотографий разных чаев, вспененных и поданных в разной посуде. Но, в общем-то, сама техника, она абсолютно понятна и совершенно элементарна. Пена держится, держится достаточно долго. Пена получается, как я уже сказал, плотная и устойчивая. На нее можно даже что-нибудь насыпать. Ну, и, в общем, визуально это достаточно симпатично, интересно и, на самом деле, довольно забавно на вкус. Естественно, сделать из этого какой-то отдельный формат подачи чая, ну, как бы, не получится. Нельзя из этого сделать и, там, чайное меню, да, там, скажем, из разных взбитых чаев. Но взбивание чая из чистого чайного настоя может быть такой приятной дополнительной компетенцией в копилке, ну, просто чайного специалиста, который, ну, еще и вот так может, да. То есть, это очень здорово заходит, например, на разных шоу-дегустациях. Конечно, взбивать чайную пену можно не только во фринч-прессе. Это можно делать с помощью капучинизатора, это можно делать с помощью венчиков, как классических для классической японской чайной церемонии, так и тех волосатиков для бата-бата-ча. Естественно, вкус и прочая органолептика вот этого вот чая с пеной будет очень сильно зависеть и от самого чая, и от параметров его заваривания. То есть, все стандартные чайные критерии на вкус и аромат здесь влияют. Взбивается колд-брю, можно чай заварить покрепче, настоять поменьше. Можно дозировку уменьшить, время настаивания увеличить. То есть, можно делать все, что угодно. Из первых наблюдений, которые, ну, как бы, появились по результатам экспериментов, я могу предположить, что светлые чаи, зеленые и белые, даже выдержанные белые, я как-то с десятилетками экспериментировал, они дают более плотную и более стойкую пену, которая может держаться до часа и более. Но это пока только гипотеза, потому что все-таки большого количества экспериментов я не ставил. Возможно, подбором дозировки свойства темных и светлых чаев можно совершенно спокойно выровнять. Ну, то есть, фактически, это просто еще один способ приготовить и подать чай, ничем почти не отличающийся от всех остальных, но, безусловно, у него есть свои такие чисто пенные нюансы. Ну, во-первых, сама по себе пена чайная, она очень приятная и ароматная, и вкусная, у нее такая приятненькая фактурка, но у нее есть один существенный недостаток. Под этой пеной, ну, в смысле, не у нее, а вот такой подачи, под этой пеной, очень приятный, скрывается очень крепкий чай, который пить, естественно, не так приятно, как съедать пену. Он очень кофеинистый. Поэтому, если речь идет не об эксперименте, а о нормальной подаче чая, такой вкусовой, я бы, наверное, составлял ее из двух частей. Я бы отдельно заваривал в чайнике нормальный чай, и в другом чайнике этот же чай заваривал бы очень крепко для вспенивания. Ну, а потом в бокал просто наливал бы небольшое количество чая для вкуса и добавлял бы вспененный крепкий чай просто для эффекта пены и аромата. И если уж даже совсем, ну, как бы, запариваться, можно этот же чай, вот взять один чай, одну порцию заварить нормально, одну порцию заварить очень крепко для вспенивания, и небольшое количество сухого чайного листа просто перемолоть, и потом этот смолотый чай подавать в качестве топпинга. То есть получится подача вроде как одного чистого чая, но такими тремя заковыристыми слоями. Сначала чай для питья, потом пена, а сверху еще немножко порошка. Естественно, помимо чайного порошка можно использовать любой другой порошок. Можно использовать там порошок черной смородины, какие-нибудь молотую корицу или другие специи. И даже эта пена выдерживает, ну, например, лавандинки, да, то есть несколько отдельных цветков лаванды можно смело на пену бросить, и получается такой классный топпинг. Естественно, с этой пеной можно проделывать разные такие эстетические эксперименты, стилизуя чай под подачу пива, например. Хотя это уже, конечно, ну такая перверсия. Но самое интересное, на мой взгляд, свойство этой пены состоит в том, что она в процессе оседания очень интересно себя ведет. Вот если приготовить взбитый пуэр, у меня тут шу-пуэр тоже заваренный невероятно крепко, значит, то пена этого шу-пуэра, она при оседании начнет расслаиваться. Опять же, в фотографиях под видео мы это расслоение попытались показать, но фокус состоит в том, что пена-то, она еще очень динамично оседает, да, Поэтому это расслаивание превращается в такие живые картинки, чем-то напоминающие, знаете, популярные в одно время такие планшетки из песка, где песок разными способами переваливался. Но и это еще не все. Дело в том, что в процессе оседания чайная пена шумит. Причем шумит очень заметно, это слышно как невооруженным ухом. И на самом деле получается совершенно такая уникальная ситуация, когда чай можно не только рассматривать, осизать, обонять и вкушать, а получается ситуация, когда чай можно еще и слушать. То есть фактически у нас есть одна чашка чая, и мы можем воспринимать ее всеми пятью органами чувства. Это на самом деле замечательно. Ну и кроме того, картина человека, который сидит, приложив к чаю, вернее к уху стаканчик с чаем, она, конечно, очень трогательно вызывает жалость и сочувствие. Ну что, вспенивайте чай, не жалейте заварки. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok